Властелин воды в Кстовском районе. Хозяин участка, по которому проходит труба водоснабжения, перекрыл воду садовым товариществом и требует 250 тысяч рублей. Садовод деньги не платит, так как говорят, что не понимают, почему обязаны платить. И в результате сотни садовых участков остались без воды. Смотрите, открываем кран. Воды нет. Вот пожарный гидрант открываем. Вот посмотрите, вянет все. На грядах пыль, смородина, вишня, слива. Все будет умирать этим садам уже больше 50 лет. Всегда была вода. Труба проходила из Кстова в Ждановский по полю. 50 с лишним лет назад врезались в эту трубу, и вода поступала оттуда. Около трассы выкупил товарищ Ефимов землю, положил свою, то есть тот старый отрезок трубы он убрал, положил свою трубу. И он ее как бы приватизировал теперь. Это его личная труба, и мы теперь зависим полностью от него. И он решил, перекрыл нам эту воду, и теперь с нас вымогает деньги. 250 тысяч, ни много ни мало. Якобы он делал ремонт трубы. Дело в том, что платить-то мы не против, но мы требуем законных оснований для этого. Вы нам предоставьте, пожалуйста, документы и какое-то гарантийное письмо, либо какой-то там юридически оформленный документ, что больше с нас денег требовать не будут. Так он нам чего сказал? Деньги не даете? Я вам перекрываю воду. И трубил нас, и мы, вот все сады, 180 дач, находимся без воды. Суши страшные, дожди здесь вообще не было. Самый главный пожар, опасность. Мы уже сгорели здесь один раз, понимаете, тоже в такую жаркую погоду. Пожарные приехали без воды. Хорошо, вот здесь была вода у нас. Сейчас у нас гидранты установлены специальные все. И все, он нам перерубил эту воду и сказал, пока денег не дадите, ничего вам не будет. Он сказал, до 10 июня, если вы мне не заплатите, я выключаю. Вот он 10 перекрыл. Задвижку сделал, 10 перекрыл, и все без воды сидели. Все праздники и до сих пор без воды. Деньги! 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 Сказать то, что тот участок трубы его собственность, это нельзя. Земля, да, а вот труба, это не его собственность. Не хочется огульно какие-то вещи говорить, но просто у человека впереди всего стоит собственное я. Абсолютно. И, конечно, он сейчас хочет и проучить, вот вы мне деньги не заплатили. Он говорит, как, то, что документы я вам давать никакие не буду, мы ему говорим, ну как же так-то. Он говорит, да это ваши проблемы. Вот вам надо, вы чего хотите, то и делайте. А я вам ничего давать не буду. Либо вы мне платите так, как я сказал, и ту сумму, которую я сказал, либо вы будете без воды. Ну вот, пожалуйста, результат. Вместе с одним из обезвоженных садоводов мы попытались поговорить с новым хозяином участка, по которому проходит труба водоснабжения. Участок он купил, видимо, не для разведения сада, а, по мнению садоводов, для организации какого-то коммерческого объекта. Участок стоит рядом с автотрассой. Это участок, через который идет наш водопровод. Вот его острый, забытый, кто там взял. Здравствуйте. Нам бы Сергея Ефимова можно? Ефимова, Сергея? Да. Ищите его. А как нам? Это же его собственность. Как нам можно его найти? Вы можете как-то с ним связаться? Не знаю. Не знаю. Все в пресс-службу его. В пресс-службу? У него тоже пресс-служба есть? Как же. Здорово. Все в его пресс-службу. Но это нормально, по-вашему? Я не знаю. Людей на счетчик ставить? До 10-го числа деньги требовать? Вы чего это? Какие вы вообще вещи-то говорите? Какой счетчик? Вы чего? Вы несете? Ты как себя чувствуешь? Нормально? Но вы на личности не переходите. Не трет, не жмет у тебя ничего. На личности не переходите. Не кучит, не кладучит. Вы такими методами решаете вопрос? Я не такими. Я думаю, что этим 200 человекам должно быть стыдно. Потому что они себя так ведут. Как? Обманывают людей. Вот как. Смотрите, в прошлом году я переложил... Их труба сгнила. Я переложил свою. Я им позволил врезаться. Они мне... Я не знаю. Они вам хоть раз сказали, что они меня дважды обманули? В начале этого сезона они приходят и говорят, начинается сезон. Давай мы врежемся. И разобьем, значит, компенсацию твою на две суммы оплаты. Одну мы соберем до 12 мая, другую до конца августа. Проходит 12 число, ничего. Проходит 31 мая, ничего. Я ни с кого денег не требую, не вымогаю. Я дал возможность подключиться. Вот. Люди, значит, подключились к моей трубе. Все. Но сейчас-то вы ее отключили почему? Я 100 раз им говорил, мне не нужны ваши деньги. Заберите свою трубу и идите... Ну, вот давайте разойдемся. Я когда брал участок, не было ни обременений, ни, значит, этих коммуникаций. Их не было нанесены. Я бы не брал этот участок. Я его покупал за большие деньги. Вы так проучить решили или что? Ну, проучить. Я же говорю, мне никто, компенсацию мою не платит. Зачем она мне надо? Я к своей трубе их подключил, не к чужой. Они не выполняют договоренности. Зачем мне это надо? Вы мне объясните просто. Кстати, администрация Кстовского района сообщила нам, что эти трубы водоснабжения считаются бесхозными. А водоснабжением садовых товариществ вообще не являются обязанностью муниципалитета. И потому они в эту ситуацию не вмешиваются. Жители намерены обращаться в прокуратуру. Продолжение следует...